Московский государственный институт международных отношений в его стенах готовят специалистов высшего класса по 18 направлениям. Здесь изучают бизнес и информатику, психологию и педагогику, финансы и кредит, лингвистику, экономику, юриспруденцию, политологию, государственное и муниципальное управление, международные отношения и многое другое. Самые одаренные студенты, заканчивая бакалавриат, поступают в магистратуру, чтобы иметь шанс в дальнейшем устроиться в Министерство иностранных дел Российской Федерации, администрацию президента, в крупные российские и международные компании. Дипломатический модуль работает в нашем университете с 2007 года и создан он был по решению коллегии Министерства иностранных дел. Изначально был определен формат, что будут выступать руководители уровня департамента Министерства иностранных дел. Слушатели дипломатического модуля это студенты первого курса магистратуры, которые априори нацелены на трудоустройство в системе МИД-России. Ну от обычных лекций я могу сказать, что, конечно, отличается. Все-таки к нам приходят представители этих самых структур, зачастую рассказывают о своем личном опыте. Конечно, сейчас картина совершенно иная, и она в том числе и продолжает меняться в последние годы. То есть все больше и больше как раз времени уходит именно на практические аспекты отношения с Тестиановцем. Например, выступавший у нас заместитель министра иностранных дел Олег Владимирович Сарамолотов рассказывал как раз самую актуальную информацию по борьбе с терроризмом. Этот вопрос, он актуален для нашей страны постоянно. Есть совершенно новые вопросы, как кипертерроризм. Хакерские программы, приобрести украденные базы данных, заказать совершенно практически любое преступление от сбора информации о конкретном человеке и до его убийства. Нельзя забывать и об угрозе использования этих технологий непосредственно для атак на компьютерные сети с целью демонстрации силы психологического воздействия. Из тех специалистов, которые читали нам лекции в онлайн формате, я могу точно вспомнить Тимофеева, который является директором Российского совета по международным делам. Он рассказывал о политике санкций и почему это важно в настоящий момент, как это влияет на экономику России. Дип-модуль действительно достаточно консервативный курс и годами развивался по стандартному, запланированному сценарию. Тем не менее, нами было принято решение пригласить спикеров не только из МИД России, но и экспертов, относящихся к научным учреждениям, к политологии, к культуре, к международным организациям. В Содружестве независимого государства он восстанавливает свое участие в тех или иных отраслевых органах, и причем не просто восстанавливает, а наращивает свое участие и очень напористо. Было интересно посмотреть, как организация «Врачи без границ» действует в других странах, как они пытаются помогать людям. Наши сотрудники видели сами или наши пациенты хотят с нами, о чем наши пациенты хотят с нами поделиться. Большая часть ребят по окончании дипломатического модуля имеют возможность поехать за рубеж в розограмм учреждения. Это вообще уникальная программа в мире. Благодаря средствам благотворительного фонда Владимира Потанина, нашего, кстати, выпускника, вот наши студенты имеют такую уникальную возможность. Хотел бы перейти к награждению за интересные работы и попросить Олега Владимировича вручить эти награды нашим победителям. В рамках дипломатического модуля ежегодно проходит конкурс научных работ. О нем объявляется во втором семестре. Студенты имеют месяц или два для написания работы. Определяется кафедрой дипломатии и курирующими подразделениями. Список темп примерный, по которым студентам предлагается написать свою работу. Сейчас был подведен итог конкурса научно-исследовательских работ, в которых они вложили те компетенции, полученные в ходе практических занятий в рамках дипмодуля. И я вам скажу, что есть очень сильные работы, которые не по зубам даже сотрудникам министерства низшего и среднего уровня. Студенты продемонстрировали хорошее умение анализировать главную тему, прорабатывать большое количество материала, готовить предложения и рекомендации. Качество и уровень этих работ позволяют сделать вывод о том, что студенты после обучения МГИМО готовы для работы на государственной службе.